Всем привет! Вы на канале Серега Хароль ТВ и сегодня у нас история одного парня, который сбежал из Украины через Беларусь. Привет, Василий! Как вообще пришла в голову такая идея или ты знал маршрут? Как ты решил так взять и через Беларусь сбежать? Ну, как, выбрал самый непопулярный маршрут, потому что на завтанной Украине слишком все зажато было, поэтому пришлось искать альтернативу. Выбрал самый непопулярный маршрут на Беларусь, получается. А ты знал маршрут? Без маршрут? Нет, маршрут я не знал. Гугл-карты рассматривал. Продолжительное время, полгода пытался какие-то варианты оптимальные подобрать, но как-то все... Изначально вообще планировал на Румынию попасть, но потом так подумал, то есть, ну, я степной парень, горы штурмовать как-то, ну, неохота было, поэтому решил лучше попробовать где-то переплыть, перескочить через воду, поэтому, ну, взгляд упал мой в сторону Беларуси. А как был сам процесс? Как ты туда доехал? Как добирался? Процесс, ну, изначально, получается, как процесс? Въехал я туда на мотоцикле, ну, мопед, получается, 125 кубиков. Ну, такой немощный, ну, слабенький, ну, в принципе, там, он свою задачу выполнил в конце мая, получается, в 20-х числах. В этом году? Да, в этом году мая. Поехал, взял этот мопед, там буквально 2-3 дня вот это подготовился, собрался с мыслями, вещи кое-какие, там вот это затарил. Ну, жилет у меня изначально был для переплытия. В общем, ну, выдвинулся я в Запорожье, получается, ехал я 3 дня в сторону Славутича. Первый день я доехал до Черкасс, до Черкасс, в Черкассах я в хостеле заночевал. Утром у меня проблемы с мопедом были, он у меня всю дорогу рассыпался, поэтому на полдня я немножко задержался, приходилось там какие-то запчасти покупать, его ремонтировать на ходу, получается. Ну, нормально все сделал, доехал у меня он. Потом, ну, как, получается, день я в Черкассах заночевал, на второй день я выдвинулся на Киев. С горем пополам доехал до Киева, он тоже мопед у меня там рассыпался, я раз 20, наверное, останавливался. У меня и цепка спадала, крыло пришлось оторвать, выкинуть, двигатель чуть не отвалился, я его там доехал с горем пополам до ближайшего СТО. Пацаны мне там прикрутили за 100 гривен, так что нормально все. А почему выбрал именно мопед, ну, ехать на мопеде, а не другим способом? Ну, как, да потому что у меня была такая ситуация, у меня была машина, получается, и ехали с женой как-то с дачи, ну, там за Запорожьем буквально 15 километров у нас с дачи находилось, мол, то выезжали, когда-никогда там, ну, так чисто погуляли, приехали назад. И как-то раз остановили нас на въезде в Запорожье, получается, трасса Днепропетровская, Днепропетровская в Запорожье, заезжаешь с этой стороны, остановил, получается, полицейский махает палочкой, примите право, принимаю право, останавливаюсь, подходит ТЦКшник. Здравствуйте, тиры-пыры, там, військово-обликовый документ, маете? Я говорю, та не маю. А шо, надо, типа, та ну, надо, туды-сюды, давайте, короче, вас оформлять будем. Я говорю, та не, я говорю, вы кто такой вообще? Типа, ну, меня полицейский остановил, я говорю, чё вы подошли вообще? Зови полицейского. Подошёл тут полицейский, так и так. Я говорю, в чём проблема, кто эти ребята, шо они хотят вообще? Та говорит, я не знаю, туды-сюду. Ну, говорю, как не знаю, вы меня остановили, а он подходит. Я говорю, ну, кто это такой, типа? Та ну, не знаю, хотя они там в коптёрке вместе кофеёк пьют, сигаретки покурят, там обнимаются, целуются, блин, ну, короче, мы друг друга не знаем, но мы делаем одну работу, получается, вот так вот. Ну, шо, я говорю, я вам ничего показывать не буду, ну, полицейскому, максимум полицейскому и то. Ну, как, назвал имя, фамилию, он у меня по базе пробил, штрафов нету никаких, ничего нету. Я говорю, шо, я свободен, а у меня, получается, ещё сидела сзади жена и ребёнок маленький у меня там был. А эти петухи окружили машину, получается, два спереди, два сзади, и, говорит, ты никуда не поедешь, пока нам данные не предоставишь. Я говорю, а кто вы такие, типа? Ну, я с полицейским пообщался, полицейских претензий ко мне никаких не имел на тот момент, это было, ну, больше года назад. Да нет, ровно год назад это было. Вот. И они морозятся, короче, не хотят отходить. Я говорю, давайте отвалить их, мы едем. Нет, и всё, говорит. Пока ты нам ничего не покажешь, никакие это, там, висковые, обликовые документы, я говорю, ты никуда не тронешься отсюда. А у меня жена сзади сидит, психует уже, и ребёнок маленький присутствует. Вот это вот, там тоже вот этот негатив нагнетаться начал. Я говорю, давай, короче, звоним, сейчас вызываем группу, хайп приезжают разбираться, что это за пассажиры, что они хотят. Ну, в итоге она звонит. Они спустя минут 15 приехали. Ко мне не подходили даже. Подошли к тому полицейскому, который у меня документы проверял, и к ТЦКшному, ТЦКшник, там, вот этот майор какой-то там был, постоял, что-то они вот условами перекинулись, и всё, короче, они отошли. Ну, и жена тоже вышла, спрашивает, в чём дело. Типа, полицейский нас проверил, вот, ваш коллега, почему нас задерживают вот эти ребята. Говорит, ну, мы не знаем, что они хотят вас, мы вас не задерживаем. Вы нас не задерживаете? Ну, хорошо, они нас задерживают. А они вот так вот, ну, типа, осмотрелись по сторонам, типа, ну, типа, ну, типа, они не при делах, типа, они вообще не в теме. Ну, ещё раз переспросила, типа, ну, всё, мы можем ехать? Они не сказали, что вы можете ехать, они просто сказали, мы вас не задерживаем. И всё, она назад возвращается, садится назад, и я говорю, что такое, что они сказали? Они говорят, что, ну, мы вас не задерживаем. Я говорю, а, ну, если мусора сказали, что не задерживают, я сдаю назад, получается, метра на три, на четыре. А эти два дурачка спереди стоят. И я влево, короче, объехал их, они вот только руками помахали, и всё, я улетел. То ты, получается, ну, выбрал мопед, чтобы на блокпосты не попасть или как? Мопеды они не останавливают? Да, мопеды не то, что не останавливают, я просто, ну, с самого детства, я с 12 лет на двухколёсном транспорте любитель передвигаться. Машина у меня, ну, как поздно появилась, и то так. Я любитель, честно, там, мопедов, мотоциклов, вот такой вот техники. Эта техника – самый лучший вариант для ухлянтов. Эндуро особенно, или кросс какой-нибудь покупаешь, садишься, и там даже если там махают, стой, стой. Ну, блин, по-любому бездорожью, по бордюрам, по рельсам можно пролететь и не догонить никак. Поэтому изначально я решил, что я, ну, жена тоже говорит, давай, может, на поезде, там, автобусы. Говорю, это не, лучше, говорю, сейчас возьму какой-нибудь дырчик, сяду на него и спокойненько себе, там, ну, пусть долго, да, ну, я просто буду, ну, буду уверен в том, что я на нем, ну, я доеду туда, куда мне надо. И все-таки, да, купил там буквально сколько, ну, 15 тысяч гривен у меня обошелся. Да и особо так, надо было, конечно, ТО немножко провести перед поездкой, чтобы у меня немножко нервы поделал. Ну, а как дальше путь продолжался у тебя? Первый день я доехал до Черкасс, Запорожье, там я в хостеле переночевал, потом утром выдвинулся на Киев, с горем пополам, вот, 60 километров в час доехал до Киева вечером. У меня там был друг, я ему, я с ним тоже три года не виделся, ему позвонил, говорю, Воха, так и так, говорю, буду скоро в твоих краях, приезжай, встретим. Ну, приехал до него, вечером погуляли, отдохнули, отдохнули, так нормально получается. Утром встал, поел супчика, с Бадуна сел на мопед и поехал уже, уже это последний рог у меня был с Киева до Слуки. С утра выехал, да не, не с утра, я после обеда выехал где-то после 12, потому что мы до 12 еще лежали, отлеживались. И к вечеру, получается, в 9 вечера я уже был в месте Х. А пограничников, пограничников не было там, никаких, какие-то преграды, препятствия? Были, были преграды и препятствия, получается, я, ну как, я не планировал, я хотел сделать последний рывок в Слаутиче и в Слаутиче там заночевать, а уже там утром или когда там, или под вечер уже следующего дня попытаться штурмануть. Ну, в итоге все не так получилось, ну, получилось совсем не так, пришлось сразу делать, потому что там до Слаутича оставалось буквально там поворот на Слаутич, вот эта дорога с Чернигова, и до Слаутича буквально километров 10-15 оставалось. И перед там вот этой трассой, которая идет, ну, получается, по прямой там в сторону Днепра, есть дорога такая, поворачиваешь сразу на Слаутич, там буквально тоже по ней 4-5 километров и въезд в город. А перед этим, ну, в общем, там был блокпост, блокпост, не доезжая до Слаутича, вот это вот. И справа, слева, ну, такая местность лес, лес был, лес, я по карте смотрел, он в ширину где-то километров 10 квадратов, километров 40, наверное, может быть. Ну, что, я за 200 метров увидел, получается, меня машина обогнала и остановилась что-то. Я этого блокпоста не видел, это было часов, наверное, 7-8 вечера. Я смотрю, машина остановилась, думаю, а что она там остановилась, вроде ровная дорога. Смотрю, ага, там подошли к машине типы, ну, и я увидел уже потом блоки, вот эта сетка, вся вот эта байдан. Ну, буквально минуту-две она постояла и поехала дальше себе. И что, решили все-таки ехать сразу уже до воды, потому что в Слаутичу у меня смысла не было ехать, потому что там, во-первых, по городу там тоже патрулили всякие, и ТЦК-шные, и мусора вот это вот катаются, тоже рассматривают. И что я делаю? Я, получается, перед этим блокпостом отъезжаю назад чуть-чуть метров на 500-600 и ухожу в лес. Через лес на мопеде еду. Лес там такой, получается, грунт песчаный, колеса садятся, ехать очень сложно. Я на первой скорости вот это вот через этот лес 10 километров я, наверное, часа полтора-два ехал, я еле проехал этот лес. И на середине пути вот этого леса, получается, там была ягоза, ягоза и табличка стояла минные поля. Минные поля, минные поля, походу, есть там, по берегами, по над дорогами, потому что, ну, я не знаю, я не стал проверять. Я хотел сначала перекусить эту ягозу и по прямой, мне так короче было до воды попасть. Но я всё-таки не стал рисковать, обошёл эту площадку. А там хмыри такие именно, ну, там, получается, через лес дороги всякие там накатанные были. Ну, как накатанные, там протектора не было, там уже давно никто не ездил. Ну, видно, что там уже вот эти следы, там уже дождём залитые были уже, залил, ну, старые следы, в общем, что он давно никто не ездил. Она на мопеде не сильно громко ехать по лесу, там пограничники, они не услышат, как ты едешь. Ну, как, да я, в принципе, думал, что всё-таки если услышат это, то у меня, в принципе, была цель просто доехать. Там, если бы даже меня кто-то заметил, погоня была, это я изначально просто поставил себе цель, ну, не останавливаться. Не останавливаться, тем более, что опыт там покатушек от полицейских там на двухколёсных у меня есть, был. И, по-моему, мне как-то уже ни впервой не страшно было вот это вот, там, текать. Поэтому, ну, а то, что услышать, услышать могли, конечно, ну, это, ну, ещё в тот момент это было слишком далеко от воды. И что получается, проехал я этот лес, а уже начало смеркаться, было темно, темно, получается. И я немножко выехал мне на ту дорогу, у меня там оставалось буквально до воды пару километров. Выехал я не на ту дорогу, и выехал я прям под мостом, под мостом. И там были пограничники. Но я ехал без света уже так полдевятого, где-то девять было. Ну, ещё так видно было, у меня зрение, слава, было нормально. Я свет выключил уже, когда с леса вышел, уже когда на дорогу выскочил. А там дорога по прямой прям оставалась буквально два километра. И мне надо было ехать по прямой, я свернул направо и, получается, вышел, там буквально проехал метров четыреста, вышел под мостом. Ну, не прям под мостом, метров сто пятьдесят-двести от него. Остановился, заглушил, смотрю, там вот этот, получается, мост взорванный в сторону Белоруссии. И какие-то два типа маячат. Смотрю, ну, с оружием, ну, погранцы сто процентов, потому что, ну, кто там будет, гражданские там не будут лазить. А они увидели тебя? Я не знаю, они, наверное, меня не увидели, но они слышали звук двигателя, по-любому они слышали, потому что я ехал ещё так, ну, они слышали, я думаю. Ну, видеть не видели они меня, это по-любому они не могли меня никак увидеть, потому что там ещё хасиря, такие деревья, кусты там на дорогу ложатся прям, что, ну. И шо, я резко разворачиваюсь и давай оттуда валить, потому что это уже, ну, я уже спалился сто процентов, блин. И отъехал я оттуда от того места буквально, ну, наверное, тоже метров, туда метров четыреста я ехал, когда повернул. А отъехал я ещё оттуда потом метров семьсот. Метров семьсот отъехал и выскочил прям на вот эту дорожку, где, ну, как, короче, на воду я прям выскочил. И буквально там метров за 15-20 остановился резко. Ну, жилет уже на мне был, мне не надо было переодеваться. Я вот одел на футболку и сверху ещё у меня ветровка такая лёгкая была. Был я в шортах, получается, надо было штаны одевать. Вы как надо было штаны одевать, я об этом сильно очень пожалел. Получается, что, ну, бросил я этот мопед, надо было его испалить, конечно. И побежал до воды, буквально осмотрелся там по сторонам. Ну, спуск такой, там обрыв буквально, ну, метр, может, метра полтора выбрал такое подходящее место. Ну, там буквально 2-3 минуты я пробежался по надберегам, там, куда-сюда, там метров 30-50, куда-обратно. И что, нырнул в воду. Река Днепр, широкая, широкая очень речка. В общем, плыл я часа, наверное, полтора. Да не, не полтора, а час я где-то плыл. Там, получается, от того места, где я заходил, там ещё на нашей территории, украинской, был остров. Но он ещё на нашей территории был, получается. Вот это первая дистанция у меня была метров 150 ширины реки, получается. Ну, плыл я минут 20-25 течение, течение было, ну, такое, ну, может, полметра, метр в секунду. Вроде и не сильное, но если пытаться, ну, как, против него бороться, вот это вот, конечно, ничего не получится. Ну, я просто упал на спину и потихоньку ногами, руками помахая, ну, я вперёд вот так вот барсом, ну, брасом не пытался плыть, потому что это, ну, это беспонтон. Сразу на спину упал руками, ногами начал вот вентилятор делать. Доплыл я до этого островка, я думал, там, ну, там сухой остров. Я думал, там затада, может, какая-то будет или ещё что-то. А нифига, я на него вышел, получается. А этот остров, он по поясам, по грудь затопленный. То есть, ну, на карте я смотрел, он вроде остров, вроде там деревья, там, это, ну, остров, как остров. А он затопленный, там, ну, по грудь, по пояс. А я, мне надо было одеть вообще, у меня были штаны с собой спортивные. А я, ну, я ехал всю дорогу, получается, в шортах. И я, когда вот это вот долетел до воды, я почему-то не подумал, что мне надо переодеться. И там вот это под водой, и всякие палки, кусты там колючие, вот эти вот, я не знаю, малина какая-то такая, блин. Поцарапывал я себе ноги, там, занозу такую жирную загнал себе в ногу. Прошёл я этот островок, и осталось мне там ещё тоже буквально метров 150. Там участок такой просто, ширину я смотрел на карте, ну, метров 500. Метров 500, так вот там разлив, получается, он омывает вот это, ну, два ручья таких больших, омывает этот остров, и, ну, в совокупности там метров 500 получается, вот эта вот ширина реки. Ну, проскочил я этот остров, и осталось мне там буквально, ну, 200 метров. И я уже не спеша, я просто понимаю, что уже если этот остров прошёл, а остров этот, это середина уже границы была. Я уже успокоился, хотя у меня изначально я переживал по поводу того, что там вдруг какие-то товарищи сидят, там вот с тепловизорами, наблюдают, выглядывают, и сейчас лобку спустят моторную, и всё, и приплыл. Я вот этого больше всего опасался. Я там не парился по поводу того, что там погоня какая-то будет или ещё что-то будет, я больше всего парился по поводу вот этой лодки. А там сама речка заросшая или просто вода нормальная? Да, ну, как, речка сама не заросшая, не заросшая. Да, ну, обычный берег, обычный берег Днепра, как и везде там по всей Украине, ничего такого особенного нету. Хомареньки, хачарей, хачаря уже начались на белорусской стороне. Это уже на берегу? Да, я уже когда выпал, получается, я уже всё, ну, я тоже, я попал не сразу на, ну, как, это уже была территория Белоруссии, но это тоже был остров белорусский. Мне на нём пришлось ночевать, я ночевал там всю ночь. Ну, как ночевал, от комаров отмахивался, потому что у меня не было ни сетки москитные, ни шорт, ни чей, шорт штанов, штаны я оставил на мопеде. Ой, получается, выскочил я с воды, то отряхнулся немножко, это у меня, я, как, я что-то хотел остановиться в Слаутиче, переночевать, и я вступил изначально мне на было герметический пакет взять, чтобы нормально упаковать документы, там, бабки, и вот этот вот телефон, самая главная, телефон у меня утонул. И что, я выхожу на берег, получается, достаю телефон, у меня, я запаковал, у меня было три мусорных пакета, которые всё-таки протекли у меня. Паспорт намок, хлам полностью, день намокли, их там на палках сушил потом всю ночь, костёр воспалил. Телефон можно было в презерватив положить, я же тоже, когда переплывал. Немножко, это на очке был, на панике, и немножко вот это вот, как, я вот после того, как спалился под мостом, у меня адреналин зашкалил, я не подумал, я уже, надо, у меня мысль была быстрее, 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 быстрее надо сделать, короче, и всё уже, а что будет, то будет. Да, намокало у меня всё, ну, всё-таки я, когда попал на эту территорию, попал на белорусскую, телефон у меня ещё всё-таки работал, я успел в жене смс-ку написать, написал, что у меня всё получилось. Подробности позже, и всё. Так, когда ты его потерял, когда ты его? Кого потерял? Телефон. Телефон я его не потерял, он у меня утонул, он у меня намок полностью, я его пытался потом, ну, и белорусы его пытались воскресить, там, что-то поковыряться, ну, и они только симки подоставали, там, вот, пробивали, что-то смоли, и всё. А, он, типа, испортился? Да, он у меня промок, там, и всё уже. Ну, я успел, отзвонил, ну, отписался, и всё. Получается, что, ну, поднялся, я потом от того места, где я выплыл, немножко вверх. У меня ещё, а там ещё, получается, ручей был метров сто, мне надо ещё, надо было его преодолеть, но уже темно было, поэтому я решил всё-таки переночевать и утром штурмануть, это уже последний рывок был, прям последний-последний. Ну, я уже, так как я был на территории Беларуси, я уже не парясь, вышел туда, куда мне надо, прям мост этот видел. Видосы у меня, камера была, Гупрошка, там, я на флешку записывал видосы, ну, белорусы, пришлось признаться всё-таки, что я записывал, потому что мне сказали, там, вот эти погранцы, которые меня утром возили на место, когда мы показывали вот это место, откуда я выплыл, они сказали, что ты будешь полиграф проходить. Ну, я сразу признался, что у меня есть там пару видосов, которые я записал, чисто, ну, пацанам своим показать. И, ну, что, обнулили они эти флешки. В общем. А ты не боялся, что они там будут стрелять под тебе, ну, типа, это же белорусы, там, как бы у нас конфликт? Нет, у меня таких мыслей не было, потому что мы, потому что, потому что, как сказать, а белорусы нормальные ребята, у меня к нему ненависти никакой не было, мы все, ну, все люди одинаковые. То, что сейчас вот это происходит у нас в стране, это чисто вот так вот, ну, столкнули лбами у нас, и все. К военным, если военные будут пытаться туда ломануться, ну, будут вопросов больше, чем к простому гражданскому. А что они проверяли, там, полиграф, какие вопросы задавали, там, что-то расспрашивали тебя? Вопросы, ну, вопросы стандартные, в принципе, там, принимал ли ты участие в боевых действиях на территории Украины, там, бежишь ты ли от преступлений, которые совершил, там, на территории Украины, там, имеешь ли ты какие-то связи, там, с СБУ и тому подобное. Вот такого плана вопросы были, ну, я уже дословно не помню, но вот, в этом плане это все было. А, за себя они тоже не забыли, типа, с какой ты целью прибыл, там, закладки какие-то оставляешь, тайники, вот это вот, я говорю, да не, ребят, какие тайники, я говорю, если бы у меня были какие-то плохие намерения, я бы, ну, не пытался бы даже попасть, потому что, ну, я бы оттуда не уехал бы просто, если бы действительно, вот, я бы хотел бы что-то там такое зачудить, я бы там и остался на ПЖ, сто процентов. Поэтому, если кто-то надумает ломиться туда, ребят, подумайте два-три раза, блин. Ну, а потом, после этого полиграфа, что дальше было? А что полиграфа? Получается, как? Так, я что-то, вот, когда вышел, вышел, получается, на КПП, меня приняли, я вот так, я немножко назад вернусь, приняли, приехали меня вот эти погранцы, молодые пацаны, такие, нормально, адекватно приняли меня. Мы вот, час, наверное, они стояли, вот, общались, созванивались с кем-то, я вот тут достал рюкзак, как достал он, например, мне был, я его разложил, достал, подоставал вещи, у меня там перцовка была, ну, пару-тройку, там, носков, трусов, такое чисто, и все, и документы, и бабки. У меня вещей вообще с собой не было, я ехал на галяках. Тык-мык, туды-сюды, говорит, поехали на то место, где ты вылазил. Ну, блин, а мне так не хотелось туда возвращаться, потому что я, когда вот это шел до этого, до этой дороги, чтобы выйти на КПП, там такая была местность, что я ноги с РСССР, ну, и сцарапал очень сильно, они у меня были прям, прям покоцаны. И они говорят, давай еще раз, тяни в лом, говорит, еще раз пройтись на метр. Ну, блин, ребята, ну, а что, ну, если надо, значит, надо, пошлите. И они меня обратно повели туда, куда изначально. Ну, пошли мы туда, они, вот он, браслеты накинули. Там, в кинолог остался, и я с одним человеком ходил, один там, летеха, лейтенант был. Наручники накинули на тебя? Ну, да, накинули наручники, чтобы, мало ли, они же там с оружием все, мало ли, я, может, кого-то захочу, там, сейчас уработать, там, вот так, ну, они так, ну, чисто накинули для виду, для понту. И все, не то, что они там не зажимали, не это, ну, просто, ну, давай, на руки, фух, накинули. И все, мы пошли, вот, с этим летеха, и прошлись до того места, я выскочил. Он мне сигаретку дал, потому что я свои сигареты скурыл, пока там ночевал на острове, от комару отмахивался, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Это, он меня сфоткал пару раз, я там рукой показал, в ту сторону, и все, и мы назад пошли. Вот, сели в бабон этот, повезли они меня на заставу. На заставу приехали, вот, вещи я тоже разложил, ну, разложил там на асфальте, на асфальте сушиться. Советский Союз, мы же приблизили они на устало у меня. И, ну, начались вопросы задавать там, ну, как, по-свойски чисто, так, как шел куда, что у вас там происходит. Ну, они, видать, они не совсем понимают, что у нас там дома происходит, потому что белорусы находятся, ну, я так, ну, подметил, заметил, и не знаю, может, правда, может, нет, что они находятся немножко в каком-то информационном вакууме. Они, ну, как, что-то, что-то позволяют им смотреть, читать, что-то, что-то до них не доходит, не долетает. Ну, я так понял, потому что они с таким интересом вот это все распространяют. Я думаю, ребят, ну, есть интернет, там, телеграм, титок, ну, вы что, зайдите, посмотрите, что у нас происходит. Ну, как бы, у них это все не работает так, как это, как должно работать вообще, по идее. Ну, нормально, они накормили меня, напоили, пообщались мы день, вот, получается, пообщались. Ну, нормально, пообщались, ну, тоже вопросы такие стандартные позадавали, там, тоже пришли какие-то сначала, там, я не знаю, полицейские, не полицейские, милиция, позадавали вопросы. Слюну у меня на анализ взяли. Я спросил, а для чего это, ну, типа, с фонтом проверим на причастность к каким-то преступлениям. Ну, ладно, окей, проверять. Потом пришли какие-то еще два, ну, одни и те же вопросы. Сначала там, имя, фамилия, там, родственники, то-сё, вот это вот, там, друзья, знакомые, там, кто шел туда. Вечером, вечером, это я был, получается, комарин, с комарина они меня повезли под вечер в Гомель. Приехали мы в Гомель, заехали в ЧАЙС туда к ним, буквально там 15-20 минут потусовались. Повезли они меня в изолятор ИВС, изолятор временного содержания. Это, типа, как тюрьма какая-то, или как оно выглядит? Не совсем тюрьма, ну, как, типа СИЗО, следственный изолятор ИВС, ну, там как, там содержат таких ребят, которые по 15 суток отбывают в основном. Ты в камере сам был или с кем-то? Ну, изначально первую ночь меня посадили вообще там к местным каким-то ребятам, ну, тоже тунеядцы, вот это, распиздай, хулиганы. Меня к ним посадили, я у кого-то с ними. Было там такой вечер в хату, там все дела? Нет, там чисто проездом, ну, то заехал, уехал, заехал, уехал. Это если на постоянку куда-то садили, то они, может, устроили прописку какую-то. Я на морозе зашел, вечер добрый, туда-сюда. То с матрасом, матрас они мне выдали. А, ну, я же перед тем, как привезли, они меня обшмонали, разделили, получается, я там поприседал, чтобы у меня там вдруг запретки никакой не было. Вот опять раз присел, вещи отдали, отвели меня, привели к этим чувакам. Ну, я зашел, то поздоровался, рассказал, кто я, что и откуда. Ну, то ужин привезли, принесли ужин там, получается, ну, то поели. Ну, как, мне кусок в горло не лез, получается. Ну, я вот тут чисто черным хлебом поужинал и все, лег спать. Спать-то хотелось, ну, пока они меня везли до Гомеля два часа, я спал в этом бабоне. Проснулся на следующий день тоже, отвели меня на допросы, расспросы, то пообщались, туда-сюда, ну и все. И привели меня в эту камеру, я забрал свой матрас, кепку, у меня вещей вообще с собой не было, даже зубной щетки не было, все осталось. И привели меня в другую камеру, получается, к пацанам, тоже к бухлянтам, наши украинские, два пацана, ну, одному там 29, другому 30, ну, одногодки, получается. Шо вы, как вы тут, туды-сюды, ну, мы же тоже у то раззнакомились, давай рассказывать, кто, как, что, откуда, кто, как петля. То получается, получается у тебя не единичный случай, там дофига уже людей через Беларусь. Нет, нет, там нормальная текучка. Точное число сказать не могу, но там нормально, есть поток. Просто маршрут не слишком популярный, там, как на Молдавию, там, на Румынию. Ну, имеет место быть, очень даже, потому что, ну, получается, как, эти пацаны там до меня, они сидели, один ждал 12 дней, ну, его тоже, там, первые три дня его допросили, расспросили, и просто он ждал с моря погоды. И второй тоже, там, буквально неделю просидел, а ждали они, получается, их как? У каждого там на кармане была определенная сумма, и фишка в том, что нужно было заказывать себе автобус. То есть, паранцы белорусские, они за свой счет не возят. Они говорят, пацаны, так, давайте скидывайтесь, короче, на автобус, мы вам нанимаем автобус и везем вас куда надо. И получается, что? Ну, у них там была определенная сумма, ну, как, у них были бабки, у меня бабок вообще не было, получается. У меня там 100 баксов на кармане было, чуть-чуть крипты, там, слезы, и остальное на карточке. У меня налички вообще не было. Налички 100 баксов у меня было. А штраф надо было как-то заплатить, получается, а на штраф у меня бабок не было. Эти пацаны мне позычили бабок. Штраф, ну, минимальный 400 рублей. Мне по минималке впаяли пацанам, там, на 100 рублей больше. Ну, одному там на полтинник другому на сотку больше, накинули сотку больше, потому что у него был жилет, получается, спасательный. И он еще на матрасе дейфовал. Пять часов он как-то по течению там сверху вообще спускался, и за этот матрас ему сотку накинули, потому что фирма матраса была под санкциями в Беларуси, поэтому ему накинули этот СТ. Так а ты с этих долларов не мог заплатить? Мне не хватало. Штраф 400 белорусских рублей минимальный, это было там 120 или 130 баксов, а у меня сотка всего была. А, у них их рубли больше, чем доллар? Ой, подожди. Больше, чем русский рубль, получается, и больше, чем украинский гривна? Ну, никак, у них вот эта деноминация произошла, что у них это вот большое число уменьшили, ну, никак, у них зарплата там полторы-две тысячи рублей, это у них, как, это норма. Типа, ну, если в доллары там переводить, вот эти даже взять 400, там получается как, один рубль, это наших что-то 11 или 12 гривен. Где-то так, плюс-минус. Вот, и что, штраф мне минимальный, впаяли 400 рублей, еще надо были деньги на автобус. Автобус мы скидывались, получается, тоже там по 450, я уже точно не помню, ну, около 400 рублей с каждого. Автобус нам обошелся на троих, что-то там, 1300, ну, короче, вот так вот, где-то в тех районах, 1300-1400 рублей. А что, что так дорого автобус? Или это автобус какой-то специальный? Да, не специальный автобус, обычный автобус, МАЗ, МАЗ, конечно, капитальный, я таких МАЗов у нас в Украине не видел, там, прям фарш полный, Mercedes-Benz, ну, классный. В общем, вот, посидели мы, получается, там, пять суток, ну, я пять суток, пацаны дольше сидели, вот это вот, тоже заходили к нам каждый день в камеру, вот, шмонали там, что-то шукали под матрасами, я не знаю. Я у них раз спросил, ребята, что вы тут шукаете постоянно, мы голые, голяком тут тусуемся, а у меня вещи, получается, я пока вот по этим болотам полз, получается, нам, ну, как, помыться возможности не было, там, душ раз в неделю, получается. Пацаны как-то мылись там, а мне приходилось под краном в холодной воде душ принимать, ну, шоу, вещи у меня грязные были, все тоже постирал, суток, туды-сюды. Бывало так, что утром выходишь, они же, получается, ты выходишь с камеры, там, в стенке становишься, они заходят, там, буквально минуту-две пошмонали, походили и вышли оттуда. Да, я выходил в трусах, да, на морозе, у меня шорты там сушатся. Приходилось выстирать, потому что выстирать не получалось холодной водой, потому что вот этот запах болот этот, ну, не мог никак выстираться, я их стирал каждый день, блин, и, ну, в трусах там тусовался, там, нормальная комфортная. Температура была. Ти шоу, вот это посидели мы, это, все-таки дождались этот автобус, мы уже его ждали как чудо, потому что там, пожрать нормально хотелось, там, еда, конечно, ну, так себе, чисто, там, с голоду не умрешь, ну, я просто не представляю, ну, как, тех ребят, которые вот так вот сидят там годами. Тюремная баланда. Тебе баланда, там, макарошки, макарошки, это вообще топчик. Там, я не знаю, это поклеить, тебе насыпали, короче, и калуешь, ну, блин. Чая на два пальца, тебе в стакане вот так вот нальют, там, по пилу, то и то в обед, только утром ничего нет, утром, то, там, я не знаю, гречки без соли, там, черный хлебушек. Ну, хлеб вкусный у них, кстати, хлеб у них вообще топчик. И, шо, хотели пожрать нормально туда-сюда, но мы уже потом, когда нас ввезли, остановились на заправку, нормально по хот-богу взяли, там, влупили водички, там, того-сего. Ну, и, шо, ехали до границы, мы, получается, сгомили, а часов в семь. Ну, тоже так, чисто для виду, нам наручники накинули, ну, как, без понту это все было. Нам потом эти наручники снимали, мы-то по заправке ходили, еще там, мать-ню, тягали, там, то в туалет, то туда, то сюда. И все, как бы, ехали, приехали мы в Брест уже к вечеру, получается, у нас тоже к обеду где-то после 12 посадили. Вечером приехали мы, белорусы нас оформили, печати поставили и повел там по границ белорусский нас к автобусу, который идет на Польшу. Ну, как бы, у нас, мы все хотели в ЕС попасть, потому что, потому что хотели в Европу. Попали в Европу, нормально, подвели нас к одному автобусу, там, места еще были по границ, говорит, ну, к водителю подошел, говорит, так и так, возьмешь троих пацанов. Он говорит, да, не вопрос, по сотке с каждого. А у меня бабокни, ну, пацаны, мне, короче, все позычили, ну, я нормально с ними рассчитался потом все, когда приехали на Польшу. И все, по сотке, короче, хотя там билет стоил 150, он говорит, это чисто как, же с доброй волей, садитесь по сотке с вас. Нормально, сели мы в автобус, получается, тоже там очередь была немножко, часа, наверное, два на границе мы стояли, то, то есть заходили, то выходили, то заходили, то выходили, дошла до нас очередь, проехали мы, получается. И ничего, нормально, стали и слились с остальной массой людей, там, через одного мы стали, так, на морозе в тупую. И шел. Первый там пацанчик прошел, хотя у него паспорт новый был, он перед выездом его самым сделал, у него там ни одной печати не было. Но у меня паспорт уже там немножко заюзанный, потому что пришлось покататься. Были у меня там печати, и это, ну, она так пролистала, посмотрела, посмотрела. Это не вопрос, не знаю, не звоночек. Полячка, или кто? Полячка, да, ну, мы же уже на Польше, мы с Беларуси выехали, мы уже польскую границу проходили, получается. Да, не вопрос, она нам никаких ничего не задавала, посмотрела, просто она нас посмотрела, всю печать влепила, и все. И мы что-то уже, все, выскочили оттуда-сюда, подождали там остальных людей, пока автобус там тоже загнали в бокс, проверили там на предмет контрабанды и таких всех нюансов. Тоже постояли, наверное, тоже минут 40-50 подождали этот автобус там уже, и все, загрузились, и там буквально от этого паранпункта до Варшавы, там 3-3,5 часа мы ехали. Приехали там ночью, мы, наверное, часа в 3 или полчетвертого ночи, пока тут очередная, вся возня. И все, мы в Варшаву приехали, там потусовались, пока там поели, телефоны подзарядили, там провода себе купили, там наушники, вот такое все возьму там. У меня же телефон утонул вообще мой, у чувака был второй запасной телефон, я пока подоставал свои сим-карты, пока вставил симки, пока там вот это вот, получается, приложение скачал, чтобы деньги достать как-то, потому что у меня вообще ни копейки не было, все на карточке там. И вот, пока вот это вот, повозились, повозились, мы где-то до обеда погуляли чуть-чуть по Варшаве, ну мы с вокзала ушли, пошли там, полазили по центру чуть-чуть. А, телефон они со мной пошли, потом купили, потому что у меня связи никакой не было, я говорю, пацаны, не убегайте от меня, потому что я потеряю, у меня там и карты, и вот эта связь, я пропаду без связи, потому что. Ну, походили, нашли ломбард, я вот этот телефон взял, там буквально за сколько, за 250 или 300 злотых отдал за него. А в Польше вообще как настроение сейчас такие, ну, там постоянно я слышу, что кто-то хочет выгонять украинцев назад, постоянно какие-то политики говорят, нету такого вообще? Ну, как, говорить это одно, а сделать это уже совсем другое. Говорят, они тоже, может быть, для тех людей, не совсем для тех, кто здесь конкретно внутри страны находится, а для тех людей, которые находятся у нас в Украине. Чтоб не пытался никто сюда ломиться, потому что... А здесь, здесь всем на тебя пофиг, в принципе, никому ты 300 лет не нужен, нужен ты там дома, тебе нуждаются очень сильно. А вообще отношения поляков там какое-то, там нету такого, что иди воюй там, едь на Украину, там и все такое? Ну, конкретно лично я не слышал, может, имеет место, допускаю, ну, лично я еще, уже сколько здесь нахожусь, почти с мая месяца, в начале июня я сюда попал, не слышал, может быть, может быть, очень даже, потому что, ну, есть вот определенная категория граждан, которые сейчас немножко негативно относятся к украинским гражданам, ну, не безосновательно, потому что наш люд себя тут показал, это когда война началась, люди еще как-то польские, ну, польские граждане нормально, лояльно относились к нам, а после того, как наши тут начали немножко на шею, так сказать, залазить, они немножко, ну, глаза на лоб выкатили и подворились. Может, посоветуешь что-то, ну, вот, людям, что лучше делать, как лучше подготовиться к переходу, там, на своих ошибках, какие ты там сделал выводы, вот, ну, что можешь добавить? В первую очередь, главное, настрой, прежде всего, если не будет настроя, то вероятность успешного пухлянства очень сильно уменьшается, потому что настрой решает очень много, а я тоже, у меня, я сильно переживал, очень боялся, но все-таки пришлось сжать яйца в кулак и рвануть. Если кто-то будет, ну, зимой, я не знаю, как зимой, весной, летом самое классное пробовать, тем более там местность такая, что можно уйти спокойно, это не голые поля, не там, не посадки, не леса, там такая местность, что даже на карачках, на карачках можно проползти, выскочить. Самое главное, летом, летом, это, ну, если кто-то будет пробовать летом, выскочить, москитную сетку и водички, побольше водички, настолько, насколько это возможно взять, потому что я, когда переплыл, у меня сушняк дикий был, а попить, ну, нечего было, с реки как бы я не пил, потому что там можно палочку какую-то подхватить. Я вот это пока мне приняли, пока дождался, вот в тот момент мне напоили, я больше суток, наверное, не пил. Спасибо, Василий, спасибо за историю. Вот еще один пример того, что все возможно, а тот, кто говорит, что не получается там сбежать, вы просто сами, ну, смирились с тем, что имеется. Тот, кто пробует, у того получается. Спасибо, кто смотрел это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите, естественно, комментарии. Всем пока, увидимся в следующих видео.